Кто-то грезит о распавшемся СССР, кто-то старается забыть, как страшный сон, обзывая обидным словом совок. В эпоху Союза в дефиците были не только товары, но и впечатления, включая отдых. Советскому гражданину предлагался определенный набор курортов, который буквально ломился от желающих отдохнуть. Эта тема высмеивалась во многих всеми любимых советских фильмах, например, «Будьте моим мужем» или «Спортлото-86». Время безвозвратно ушло, прежней страны больше нет, и почти 30 лет граждане Новой России постигали азы международного туризма, открывали для себя прелести турецкого «все включено» или самостоятельного отдыха дикарем. Все изменилось с приходом в жизнь слова «пандемия» и вытекающими последствиями в виде закрытых границ. Делать нечего, люди бросились покорять родные просторы. Кто-то впервые, а кто-то пошел по проторенным тропинкам прошлого. Вспомним некоторые популярные советские курорты. Гагра Хвалится героиня всем известного фильма «Подруги по телефону». На самом деле она лукавит. Уговаривать лететь в Гагры никого не приходилось. Роскошные пансионаты и гостиницы в стиле сталинского ампира, возведенный на самом побережье Черного моря. Мягкий климат и приветливые местные жители делали курорт одним из самых желанных и дорогих сердцу. И кошельку советского гражданина. Война с Грузией нанесла большой урон благосостоянию города. И он до сих пор на этапе восстановления. Одесса. Колоритная архитектура. Прекрасные чистые пляжи с привозным песком и гостеприимные одесситы прославили Одессу «жемчужину у моря» на весь Союз. Здесь гости находили и все. Теплое море, разнообразные рестораны с вкусной едой и деликатесами, богатую культурную жизнь в виде театров и музеев. С распадом СССР для Одессы наступили не самые лучшие времена. Пляжи частично пришли в запустение. Застройку прибрежной полосы перестали контролировать. Что так нанесло ущерб внешнему облику, так и привело к обрушению и оползням по причине постройки несогласованных построек на зыбкой почве глинистых холмов. Бакуриани. Для тех, кто морю предпочитает горы и в принципе плохо переносит жару, существовал горнолыжный курорт Бакуриани. Отдых в богемном стиле, целебная вода Боржомии и возможность кататься на склонах, где тренируются лучшие советские спортсмены. Только основной перечень приятностей, которые ждали гостей курорта. С распадом СССР туристы открыли для себя более фешенебельные европейские горнолыжные курорты, а грузинские Бакуриани посещают местные или ностальгирующие по прошлому туристы. Иссык-Куль. Те, кому наскучило море, выбирали высокогорное озеро Иссык-Куль в Киргизии. Теплая вода, песчаные пляжи и завораживающие пейзажи. Гостеприимно встречали советских граждан. Набор услуг был весьма разнообразен. Дайвинг, рыбалка, грязевые лечебные процедуры, катание на лошадях. Для нежелающих жить в пансионатах и гостиницах на берегу озера предлагались в аренду деревянные домики. Советские космонавты приезжали на реабилитацию и за новыми силами именно сюда, на Киргизское море. Юрмала. С любителями моря, жары и гор понятно. А как быть тем, кто любит легкий морской бриз и дурманящий сосновый воздух? Эта категория туристов отправлялась на Балтийское море в Латвийскую Юрмалу. На Рижском взморе находились десятки оздоровительных санаториев и пансионатов. Ежегодно тысячи трудящихся граждан страны советов поправляли здоровье на местных курортах. Заодно можно было посетить один из многочисленных фестивалей или концертов. Если вам понравился данный выпуск, не забудьте также зайти на наш второй канал про зарубежное образование СМАПС Эдюкейшн. Там мы рассказываем о зарубежных школах, колледжах и университетах. Но на сайте www.smaps.ru вы сможете познакомиться с четырьмя тысячами учебных заведений по всему миру. В онлайн-чате можно задать интересующие вопросы. Ну и, конечно, узнать о выставках зарубежного образования, куда приезжают представители со всего мира. СМАПС Эдюкейшн